Сегодня утром ориентировочно в 4.20 или 4.30 утра произошло возгорание на одном из технологических станков, в результате чего огонь распространился на промежуточный продукт, подготовленный к производству. Самостоятельно потушить своими силами не удалось, после чего был вызван расчет, но, к сожалению, размер стихии оказался больше и предприятие сгорело практически полностью. Сирена поступил сегодня рано утром, на пульсе 7-112, спустя 7 минут уже первая машина 15-й части прибыла на место пожара. К сожалению, уже очаг пожара находился на большой площади, был объявлен повышенный ранг вызова, дополнительно запрошены еще две авторы из страны, всего принимало участие 7 единиц пожарной техники от МЧС России, 25 человек лично стало. На тушение в общей сложности было подано 10 стволов, 65 человек на момент возникновения пожара находилось внутри здания, все они самостоятельно вышли до прибытия пожарных подразделений, никто не пострадал. В 6-20 локализация пожара, в 9-50 ликвидация открытого горения, и в 15-50 полная ликвидация. На настоящий момент перейдет проливка небольших очагов пожара на месте тушения. Очаг пожара находился в тушильной камере. Одна из причин, возможно, кроткое замыкание какое-то произошло, либо человеческий фактор. Вопрос, конечно, самый главный, самый первый, это коллектив, это люди, потому что мы видим по размеру причиненного ущерба, который точно еще не определен, но видим, что если говорить о восстановлении, потребуется значительное время, потребуются значительные финансовые, материальные и организационные ресурсы. По предварительной информации, работает около 350 человек. Власть, что региональное правительство будут совместно с собственниками, совместно с владельцами и с главой района прорабатывать все возможные варианты, чтобы минимизировать ущерб, чтобы обсудить вопрос и принять меры к восстановлению предприятия. И, соответственно, за время, когда будет решаться этот непростой вопрос, нужно позаботиться о людях. Нужно предложить временную работу, возможно, кому-то и постоянную. Завтра мы проводим совещание с собственниками предприятия, и уже тогда будем решать, что у нас будет происходить с людьми. Значит, сейчас идет работа с предприятиями района, то есть мы запрашиваем все вакансии по предприятию, и в том числе центры занятости, и уже завтра мы будем понимать, что у нас сколько вакансий. Вообще, КФК – это у нас старейшее предприятие, оно является вторым предприятием по численности работающих в Кадуйском районе, то есть первая Чапецкая Гресса, второе – вот КФК. И объем продукции у них, конечно, за 2018 год был более 700 миллионов рублей. Хотелось бы, чтобы коллектив остался, хотелось бы, чтобы предприятие осталось. Это последнее дело, когда люди срываются с обжитого места. Ну и предприятие, которое имеет, кстати, достаточно серьезную историю продолжительную, хотелось бы, чтобы восстановилось и работало в Кадуйском районе. КОНЕЦ